Божьи истории. Десять заповедей и золотой телец. Таким образом, это часть Божьей истории о его заповедях и золотом телце. В очередной раз Бог простил свой народ, и это начинается так. Помните, как Бог избрал Моисея, чтобы вывести свой народ из Египта? Бог хотел, чтобы его семья была свободной и счастливой в чудесном доме, который он обещал им Ханаан. Все, что им нужно было сделать, это следовать за Богом, домой, через пустыню. Проблема заключалась в том, что они продолжали не подчиняться Богу и не следовать за Ним. Они продолжали пытаться делать все по-своему. И вот однажды, когда израильтяне направлялись в Ханаан, Бог сказал им, что он ждет от своего народа. В том, как относиться друг к другу, как любить Бога и как стать частью его команды. И тогда, находясь с Богом, израильтянам не нужно было бы беспокоиться ни о чем. Это звучало довольно хорошо. Поэтому Моисей поднялся на гору Синай, чтобы поговорить об этом с Богом. Там Бог дал ему десять правил жизни, называемых десятью заповедями. Оказывается, у Бога было много чего сказать. Он и Моисей разговаривали еще сорок дней и сорок ночей. В это время Божья семья устала ждать своего лидера. Поэтому они попросили брата Моисея, Аарона, сделать им нового Бога для поклонения. Но самой первой заповедью, которую Бог дал Моисею, было «У тебя не должно быть никакого другого Бога, кроме меня». Аарон и люди знали это. Но Аарон хотел сделать людей счастливыми, больше, чем угодить Богу. Поэтому он собрал все их золото, расплавил его и превратил в теленка. Вот это дойная корова. Они поклонились Тельцу и сказали, это Бог, который вывел нас из земли египетской. Что ж, Бог знал, что происходит, и он сказал Моисею вернуться к людям. Когда Моисей увидел, что они делают, он был так зол, что разбил десять заповедей, которые Бог дал ему на горе. Затем он сжег теленка, размолол его в порошок, бросил в воду и заставил людей пить ее. Наконец Моисей повернулся к Аарону и спросил, что случилось? Аарон сказал, я бросил золотые украшения в огонь и вышел этот теленок. Хотя люди не слушали Бога, и хотя они не все сожалели о том, что они сделали, Моисей умолял Бога простить их. Он напомнил Богу, как сильно он любил Израиль. Они были его особой семьей. Конечно, Бог любил их, и потому, что Моисей просил, Бог простил их. Видите? Бог знал, что его народ не сможет стать совершенным. Вот почему он послал им Моисея, лидера, который мог бы показать им, как следовать за Богом, и напомнить Богу, как сильно он любит свою семью. В течение многих лет Бог продолжал выбирать лидеров, иногда называемых пророками, судьями или царями, которые говорили народу Божьему, когда он ошибается, и просили Бога простить их, потому что Бог любит прощать. И это история прощения. Но это еще не все. Позже Бог послал своего совершенного Сына Иисуса, чтобы спасти весь мир. Он сделал это, приняв наказание, которого мы заслуживаем. Теперь каждый человек во всем мире может стать частью Божьей семьи. И однажды мы будем жить с Ним в прекрасном доме, радостном и свободном, как Бог планировал все это время. И это часть Божьей истории.